Ну, за троечку мы выпустились бы. Я думаю, в Англии. Да, в Англии. Схема у нас будет 4-3-3 с сложной девяткой. Да, я не так поменял. Вот, на воротах у нас Гильермо будет. Потому что это номер один вратарь, с кем я играл. И он таким является. Тут как бы безоговорочно. Правый защитник у нас Мориц Бауэр. Это тоже очень хороший австрийский защитник, который был в Рубине. С ним было комфортно играть, потому что он играл по целому фронту правого фланга. И туда-сюда бегал. Вот. Пара центральных защитников будет у нас Черлука и Соломон Кюргейли. Сабо. Так, отличный выбор, я одобряю. Да. Но эта пара не раз доказывала то, что в локомотиве то, что тяжело пройти. И эти три года они из-за этого и занимали высокие места, потому что мало забивали нам. Вот. Слева в защите будет Мацей Рыбус. Он очень цепкий, очень быстрый. Также подключается в атаку. Хорошо создаёт там моменты. У него хорошие навесы. Поэтому это тоже, я думаю, безоговорочно. Дальше. Трио в центре будет... Дима Варинов. Грегош Криховяк. И будет Ян Вила. Если бы они по одной команде, я думаю, это было бы вообще суперское трио. Потому что у всех у них хороший отбор, хорошая передача. И они очень хорошо думают на пухне. С ним было бы очень-очень комфортно играть. Так. Слева Антон Миранчук. Ну, он техничный. Очень с ним комфортно играть. Вот. Ложный девятка у нас получается Лёха Миранчук. Он не раз играл на этой позиции. У него такой оттянутый. Вот. И я думаю, это его позиция. И справа буду я. Скромный, или парка Малюдинов? Да. Трио молодой будет. Ну, мне кажется, это отличная перспективная команда. Да. С клевой атакующей линией, с молодыми талантливыми игроками и с таким надежным тылом сзади. А где бы ты играл? Где бы играла твоя команда мечты? Я думаю, в Англии. В Англии? Да, ладно. Ну, за чемпионство вы боролись бы стабильно, естественно. Ну, за троечку мы успелись бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!